Вторые сутки без перерыва Лобинск засыпает снегом. Погода стала главной темой для разговоров. Большинству респондентов нравится. Я люблю зиму, поэтому я довольна. Как вам погода? Прекрасно. Вот и физически, и морально, всё прекрасно. Не было никогда такого, как в этот раз. Хорошо, просто очень даже хорошо. Конечно, рада очень. И ребёнок тоже. Дождались зиму, как называется. Ну, уже на санках каталась? Нет, расскажи мне. Да. Успела дома или где-то покататься? Расскажи. Дома. Дворник Наталья Ивановна занимается привычным делом. Работы добавилось, но красиво ведь. Можно полюбоваться. Конечно, немножко неудобно, но зато красиво. А то, что вам добавилась работа, как вы на это? Да у нас всё равно, у нас это же наша работа. Нам помощников, посмотрите, сколько много. Нам всегда все помогают. В центре города и в самом деле много людей с лопатами. В основном мужчины. Многие из них хорошо знакомы горожанам. Глава района вышел на помощь коммунальщикам. Его поддержали заместители и мужская часть администрации. Объявлено штормовое предупреждение. Действует режим повышенной готовности. Давно город Лобинск, Лобинский район такого не видел. Самая низкая температура в станице Ахметовской минус 17 и в упорной минус 11. В городе она поменьше. Техники, несмотря на то, что в 2020 году городская администрация несколько единиц КДМ приобрела для расчистки дорог, тротуаров. Тем не менее, такая погода и техника, кратко сказать, нет возможности, чтобы все улицы, тротуары охватить. Поэтому я на добровольных началах обратился к своим сотрудникам, сотрудникам городской администрации, к волонтерам, казачеству, спасателям. Все откликнулись, вышли рано утром хотя бы охватить центр, парк, сквер от улицы Декабристов, улицу Ленина, где наш транспортный узел сходится, где люди идут кто-то и на рынок, и на работу. На 10 утра высота снежного покрова 41 сантиметр. Осадки продолжаются. И при необходимости районная городская администрация снова выйдут на уборку снега. Личный пример и обращения к горожанам должны сработать. Хорошо, если и частный сектор расчистит свои дорожки. Я обращаюсь ко всем жителям города Лобинска, Лобинского района. Если есть возможность, силы, средства, хотя бы убрать свою придомовую территорию. Объединяйтесь, давайте друг другу поможем, чтобы было безопаснее пройти в школу, детский сад, на работу. Все вместе, я уверен, мы обязательно справимся с той непогодой, которая сегодня на территории Лобинского района. Но, несмотря на это, снег нам необходим для будущего урожая нашего хлеба, азимой пшеницы, азимового ячменя, потому что это влага, это, конечно же, хорошо. Поэтому это надо пережить и все вместе справиться. Практически весь центр города охвачен снегоуборочными работами и польза двойная. Такая физзарядка с утра немножечко бодрит, такое рабочее настроение создается. Ну и погреться можно. Всем рекомендую. Ну и потом какое-то чувство удовлетворения, что городу помощь. И плюс еще ко всему, мало того, что мне приятно, но еще и людям нашим будет приятно ходить по расчищенным улицам. Я думаю, все подключатся, всем будет интересно, что-то доброе сделать для города. В горпарке дорожки расчищают казаки, а прохожие находят время полюбоваться зимним убранством. Так снежно в Лобинске бывает редко. Первый раз, наверное, я за сколько, за 20 лет вижу такую красоту. Просто очень здорово. Посмотрите на эти сугробы. Замечательно. И настроение... Сказка зимняя. Да. И настроение отличное. Уже сделали фотографии? Конечно. Выложили? Еще не выложили, но сделали. Дороги, конечно, не асфальт, но главное, пробок нет. Расчищать улицы стали еще в воскресенье вечером. У нас задействованы сейчас 11 единиц техники. Машины работают. Люди, ну скажем так, отдыха сейчас нет у нас. Как раз начался сезон такой, который нужно убирать. Дороги расчищаются. Привлечены сейчас силы и административные ресурсы выставлены на уборку тротуаров, зачистку парков, скверов. Все для людей, чтобы был проход. Людмила Никонова, Георгий Сопов, Лабмедиа.